Ну, друзья, я вас еще раз приветствую сегодня, но сегодня уже сюда стало, как очно стало меньше, возможно, потому что мы опять в цифре и некоторые еще остались в КПМ, да? Вот, да, мы возвращаемся на изначальную нашу позицию Для тех, кто нас смотрит, опять мы в цифре сидим И мы начинаем финальную часть нашего всего годового курса Клеточной биологии И он будет представить, что это такой очень краткий обзорный курс гистологии Ну, потому что у нас вообще курс называется Клеточная биология и гистология И мы еще должны поговорить немножко о том, что из себя вообще представляют ткани Мы будем говорить на самом деле о гистологии, о тканях животных Мы не будем касаться растительных тканей И более того, даже говоря о животных, это слишком общо Мы будем говорить о тканях человека Ну, позвоночных животных и человека Любопытный момент с самого начала, о котором я хочу сказать Что вообще понятие ткань, оно появилось раньше, чем понятие клетка То есть клетка, это понятие, которое стало Ну, то есть изначально откуда появился даже сам термин ткань Да, когда, причем опять же он был введен для растений Когда пробковый дуб среза были изучены еще тогда Левенгуком Продолжен, Гуком И тогда Гук ввел понятие ткань То есть он же увидел, что он увидел вот эти вот оставшиеся клеточные стенки А тут мелок далеко, да Он увидел вот эти вот оставшиеся клеточные стенки От мертвых клеток Да, лигнифицированные, суберенизированные Не лигнифицированные, суберенизированные Суберин содержится И вот он сказал, что это вот похоже чем-то на такую портняжную ткань И считалось изначально, что жизнь, собственно, связана именно с вот этими вот нитями То есть она как будто бы сплетена из нити А клеткой, собственно, и назвали вот это пространство пустое И только после того, как была сформирована клеточная теория Стало понятно, что на самом деле вот живые функции связаны именно Вот этими пространствами с клеткой Но есть любопытное понятие того, что, собственно, ткань, да Мы все знаем, гистология, это наука о тканях Но что из себя представляет, собственно, ткань Вопрос довольно-таки спекулятивный Потому что это термин древний И термин не раз пересматривавшийся Ну вот можно найти такое определение Как совокупность клеток и межкетчиного вещества Объединенных общим происхождением Строением и выполняемыми функциями Ну как бы обо всем и ни о чем Да, но человек это же тоже совокупность клеток и межкетчиного вещества Объединенных общим происхождением Строением и выполняемыми функциями Да, то есть где говорить о том, что такое граница ткани И тут у нас очень коротенький экскурс в историю взглядов С чего началось Потому что на самом деле, ну, понятие того, что из себя представляет ткань Оно, в принципе, эволюционировало, как и многие понятия Ну, как и многие понятия числа Да, то есть сначала мы говорим, что есть вот только натуральные числа Потом к ним добавляются отрицательные То есть мы говорим, обобщаем их на целые числа Потом появляются дроби Потом появляются иррациональные Потом появляется еще более обобщенная версия Там комплексные числа Мы говорим, что они еще более числа Потому что вот мы, любой многочлен с комплексными переменными Будет иметь решение в области комплексных чисел Чего невозможно в общем случае для рациональности А потом уже начинают всякие квадтернионы И все такое вот придумывается То есть представление изначально сильно меняется То есть что такое изначально понятие ткани было Вот представьте, что мы возьмем какой-нибудь петели легкого Да, который, вот если мы на него посмотрим Да, он, вот сверху мы на него посмотрим А, в швабра Это будут вот такие вот клетки Они немножко полигональные Содержат ядра И в целом они одинаковы По своему строению То есть они одинаковы по своему строению По своей форме, по своему происхождению И мы говорим, что вот это вот отдельная ткань Это так называемый плоский однослойный эпителий Однослойный плоский эпителий То есть их этих клеток стоят миллиарды Ну миллионы, сотни миллионов Их можно продолжать В разных направлениях И это вот ткань из однообразных клеток Общим происхождением Общей функцией Общей строей Если мы посмотрим, например Будем усложняться, да Эпидермис кожи, например Мы уже увидим там много слоев клеток С разных строением Но общим происхождением То есть они формируются из базального эпителия Хотя потом мы даже сегодня скажем о том Что эпидермис кожи Содержит много клеток неэпителиального происхождения Например, меланоциты Которые развиваются в общем-то неэпителиальной ткани Или клетки лангерганца Которые тоже развиваются неэпителиальной ткани Но в целом основная масса Это там одного происхождения А есть ткани очень сложные В которых же сидит большое количество клеток С самого разного происхождения Не обязательно общего происхождения Поэтому Ну, я вот Как бы я сформулировал ткань В таком понятии Более удобном Что это совокупность Это более или менее упорядоченная совокупность клеток И межклеточного вещества Обладающая мягкой трансляционной симметрией Что такое трансляционная симметрия? Трансляционная симметрия Это ситуация Это такой тип симметрии Когда мы можем взять какой-то кусочек структуры Задать его строение И потом его просто переносить Как-то транслировать По осям И понимать полное строение Единого целого Ну, например, трансляционная симметрия Обладает кристаллы Кристалл соли Нам достаточно знать Маленький кусочек Натрий хлор Натрий хлор Кубическая кристаллическая решетка И если мы ее будем транслировать по осям То мы получим В принципе, мы узнаем точно Как устроен весь кристаллик соли То есть, какой-либо координат Мы можем сразу задать И мы узнаем Какое будет строение в данном месте Но почему мы говорим О мягкой трансляционной симметрии? Потому что мы не требуем прям кристалличности, конечно В данном случае Не требуем от клеток кристалличности Это действительно не кристаллическая решетка Не очень четко Строго заданы координаты Но идея очень простая Мы задаем некие Расположения клеток и межклеточного вещества Друг относительно друга В каком-то маленьком объеме И потом мы этот объем можем транслировать Мы можем транслировать вдоль По одной оси Может по поверхности Может даже в трехмерии Его транслировать И мы в целом будем понимать Что ткань Вот эта вот То есть, вот эта вот совокупность С особенностями расположения Будет повторяться В более крупном объеме Мы в маленьком объеме задаем Эта совокупность А дальше его можем транслировать На более крупный объем А граница тканей Как раз таки то место Где вот эта вот совокупность Вот эта вот симметрия нарушается И там уже появляется Расположение межклеточного вещества И клеток С принципиально другими параметрами Ну, собственно Это основная идея Ну и говоря о тканях Сразу знаю, с качеством Все-таки можно разделять И это очень важно в таком случае Ткани как простые ткани И сложные ткани Дело в том, что Ну, под простой тканью Поднимается ткань одного типа Где действительно сохраняется То есть, она либо эпителиальная Либо соединительная ткань Клетки более-менее одинаковые Или совокупность более-менее одинаковая Но в нашем организме Очень много сложных тканей Которые на самом деле То есть, мы называем это ткань Именно в контексте Анатомо-морфологическом Но на самом деле Это совокупность тканей Ну, например, та же самая Жировая ткань Вот если мы возьмем просто жир Сало, отрежем кусок сала Жировая ткань Это в принципе ткань Это не есть орган Это вот какая-то целостность Вот можно там вот Если там потрогать Вот, но понятно, что жировая ткань В данном случае Включает в себя Собственно жировую ткань С жировыми клетками Она вся испещрена сосудами Сосудистой сетью Эпителиальной ткани А эта сосудистая сеть Наполнена кровью Еще одной формой соединительной ткани Таким образом, мы вот Когда говорим о жировой ткани Как вот такой прослойке Мы говорим, что это сложная ткань Комплексная Состоящая из многих разных типов тканей Очень плотно друг с другом Переплетен Ну и говоря о том, из чего состоит ткань Это всегда клетки и межклеточное вещество Причем соотношение между клетками и межклеточным веществом Может варьировать в пользу одного или другого В случае, например, с эпидермисом кожи Практически все занято клетками или постклеточными структурами Да, тут важно еще говорить Потому что мы когда говорим о клетках Это собственные клетки Или это постклеточные структуры У нас очень много постклеточных структур Это и чешуйки нашего эпидермиса Это и эритроциты в случае млекопитающих Это и тромбоциты в случае амниот То есть организмов с зародышевыми оболочками Вот, и есть межклеточное вещество В случае, например, с соединительными тканями Ну, в случае, например, с сухожилиями Или, ну да, в случае, например, с сухожилием В случае с костью, с хрящом Преимущество стоит на стороне именно межклеточного вещества Оно доминирует Его можно поедать на аморфное межклеточное вещество И фибриллярное межклеточное вещество Соответственно, аморфное Ну, такое стекловидное Оно может быть жидкое, может быть плотное А фибриллярное, то есть это непосредственно канаты, нити Которые в нем залегают Вот, самая такая древняя И, тем не менее, до сих пор актуальная схема Того, какие типы тканей в окречном организме присутствуют Да, это эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная ткань Соответственно, вот, в принципе, с тех пор Ничего и не изменилось Действительно, вот такая вот схема разделения До сих пор остается актуальной Но в самых общих чертах Так сказать, не вдаваясь пока в детали Эпителиальная ткань, особенности эпителиальной ткани Собственно, в принципе, и изучение всех тканей нужно начинать с эпителиальной И, собственно, эпителиальная ткань – это первая ткань, которая появляется в организме в ходе эмбрионального развития Полноценная, оформленная ткань Ее особенность является наличие особой структуры межклеточного вещества, которая называется базальная пластинка Базальная пластинка И эпителиальные клетки сидят на этой базальной пластине Как правило, как правило, эпителиальная ткань сидит только с одной стороны базальной пластинки С другой стороны базальной пластинки может быть все угодно Очень часто она может переходить в матрикс соединительной ткани Базальную пластинку синтезируют сами эпителиальные клетки Иногда им в этом помогают клетки с другой стороны, выстеливающие базальную пластинку Например, в случае с мозгом есть такой, скорее всего, известный вам хорошо гематоэнцефалический барьер Или кровемозговой барьер Гематоэнцефалический барьер Который защищает, ну, очень сильно изолирует нервную ткань от внутренних сред организма Зачем настолько, ну, с одной стороны, это очень здорово, что там барьер перед инфекциями, барьер перед токсинами С другой стороны, есть проблема Если нам нужно доставлять какой-то медикамент в мозг, он с большим трудом его пройдет И, собственно, вот этот гематоэнцефалический барьер Там есть эндотелиальные клетки, эпителиальные клетки, выстилающие сосуд Есть вот эта базальная пластинка в сосуде И есть клетки нервной ткани, глиальные клетки-астроциты Которые выстилают всю эту систему со стороны мозга И тоже участвуют в формировании базальной пластины Деталь, почему называем базальная пластинка Для того, что изначально она называлась мембрана Но в последнее время от этого термина предполагают избавляться То есть называть базальная мембрана Ну, по той причине, что мембраны договорились называть то, что имеет липидную основу Либидный бесслой, вот это вот мембрана Да, а если это не липидный бесслой, это не мембрана Ну, собственно, это не липидный бесслой, это белки и протеугликаны То есть белки с углеводным компанией Следующий момент – это соединительная ткань Соединительная ткань – ситуация, когда… Эта ситуация, опять же, соединительная ткань развивается изопителиальной в ходе развития онтогенеза Обычно, да? И представляю ситуацию, когда клетка со всех сторон окружена матрикс То есть вот межклеточное вещество располагается со всех сторон Обычно в соединительной ткани клеток вообще немного Их меньше, чем межклеточное вещество Межклеточное вещество доминирует над клеточными компонентами Другой тип тканей, который тоже развил… Другие два типа тканей – это специализированные ткани Которые появляются только в группе, которые называются эометазоа То есть настоящие животные Их нет у губок То есть, ну вот, например, если мы будем брать на абразия То есть у губок уже эпителиальная и соединительная ткань есть У нервной и мышечной специализированных тканей нет Нервная и мышечная ткань появляются у кишечнополосных и у грибневиков То есть это вот самые базовые… Ну, сейчас просто считалось раньше, что грибневики – это более поздняя отделившаяся группа животных Но вот сейчас считается, что грибневики – это самые ранние отделившиеся из эометазои То есть настоящих животных, не губок, которые не губки Появляются еще две ткани – это мышечная и нервная Причем, опять же, они развиваются из эпителиальной ткани исходно Причем это мы можем наблюдать как в эмбриогенезе, так и в филогенезе Если мы возьмем с вами, например, каких-то кишечнополосных То нервные клетки у них залегают в эпителии Собственно, в самом простом варианте, когда не формируются отдельные ганглии Хотя они у них тоже бывают Просто нервные клетки залегают в эпителиальной ткани И они имеют прямые контакты с эпителиальными клетками Так называемые нейроэпителиальные клетки То есть нейроэпителиальные клетки – это такие рецепторы, которые вообще чего-то чувствуют А мышечные, соответственно, есть эпителиально-мышечные клетки То есть мышечные клетки у кишечнополосных в простейшем формате Тоже залегают прямо в эпителии То есть это есть эпителиальная клетка, которая несет в себе просто кратительный аппарат Ну, она имеет какой-то вид Вот что-то вроде Стоит базальная пластинка Вот клетка Тут другие эпителиальные клетки А это вот эпителиальная клетка У нее ядро И здесь вот располагается сократительный аппарат Вот такая вот миоэпителиальная клетка В принципе, видоизмененные миоэпителиальные клетки Сохранятся даже у нас В частности, это клетки, которые связаны с какими-то железами Они находятся прямо в эпители желез И при сокращении мышечной клетки секрет железы выделяется Кардиомиоцид это мышечная полноценная Полноценная мышечная клетка Нет, там эпителия нет То есть он погружен, он погружен То есть миоэпителиальная Имеется в виду, что она тоже как бы эпители И тоже сидит на базальной пластине Но, в принципе, есть следующий момент очень важный Что мышечная ткань частично помнит свое эпителиальное происхождение Даже у нас мышечные клетки Опять же, не все, но вот у нас, например, скелетная мышечная ткань Которая у нас участвует в сокращении Покрыты базальной пластинкой То есть мышечное веретено У нас это не клетка, это веретено Это послевочная структура, образовавшаяся в результате Слияния большого количества миобластов То есть клеток мышечной ткани предшественников мышечных волокон И это все покрыто большим чехлом из базальной пластинки То есть, в принципе, они помнят даже о своем эпителиальном происхождении Вот, ну и, собственно Опять же, немножечко возвращаясь Этот слайд у нас, кстати, уже был Когда мы говорили о межклеточных контактах Вот эта идея происхождения всех тканей из эпителиальной Она прослеживается как в филогенезе, так и в онтогенезе Вот, например, что такое, в принципе, если мы посмотрим настроение медузы Она заполнена таким желе, которое называется мезоглеем Это, в принципе, мешок эпителиальных тканей Есть эпителии сверху, есть эпителии изнутри Они переходят друг в друга И между, то есть, каждый из этих эпители Что поверхностный, что внутренний Выстилающий гастроваскулярную систему Это кишечно-сосудистая гастроваскулярная система Они сидят на базальной мембране А вот между двумя базальными мембранами Залегает вот такой вот матрик Очень сильно обводненный Который называется мезоглеем И это, собственно, и есть соединительная ткань Вот это вот первый вариант соединительной ткани Который был сформирован То есть, это, в принципе, такой большой Обедненный клетками Компартмент, где содержится очень много белков матрикса И гликопротеинов Соответственно, из матриксных белков Самым главным, которые присутствуют, являются коллагены Разные типы коллагенов И еще эластины Дополнительные это эластины А в случае с углеводными компонентами Там присутствуют такие компоненты Как протоуглеканы О которых мы скажем чуть попозже Когда будем говорить, собственно, о соединительной ткани Но идея какая заключается? Дело в том, что коллагены Они тоже изначально присутствуют в базальной пластинке Так называемый коллаген четвертого типа Присутствуют в базальной пластине Фактически, матрикс в соединительной ткани Это видоизмененная Огромная базальная пластинка Которая потом была завеселена клетками Еще внутрь Залезшими в ней формирование Это касается онтогенеза То есть, действительно, самые простые какие-то формы Организации тела Я не хочу говорить простые организмы Они не очень простые Но идея организации тела Очень простая То есть, есть два слоя эпителиальной ткани Которые, на самом деле, это, в принципе, один Просто он Ну, я не буду уже Я думаю, это понятно, что Медуза, это, в конце концов, это что-то вот такое То есть, топологически, это один лист клеток Просто вдвинутый Вот здесь эпители, и вот тут эпители И каждый эпители сидит на своей базальной пластине А между этими базальными пластинками Завлегает мезоглея, которая и есть Соединительная ткань И соединительная ткань, то, что лежит между базальной пластинками Заклеенная Ее матрикс, это тоже видоизмененный матрикс базальной пластинки Менее плотной, менее упорядоченной И дополнение заселенной элементой Вот, ну и то же самое надо помнить, что в онтогенезе Развивается то же самое У нас изначально все идет с эпителиальной тканью Когда у нас эмбрион на ранних стадиях развития Бластула, это одна эпителиальная ткань Да, только эпители Потом видоизменяется Постепенно происходит инвагинация И будут дифференцироваться все остальные ткани Тоже изначально эмбриональные Если вы помните формирование нервной системы Того самого ланцетника, да, формирование нервной трубки Нервная система тоже развивается из эпителиальной ткани Ну, у нас В принципе, там у насекомых, там нервная трубка, например, не формируется Там формируются отдельные ганглии То есть клетки мигрируют отдельными группками под эпители Ну, под эктодерму, да, эпители эктодермы Но, тем не менее, это тоже клетки, развивающиеся из эпителиальной ткани То есть, действительно, эпителиальная ткань у нас стоит еще как вот первая ткань Из которых все остальные могут развиваться Собственно, небольшая экскурс в разнообразие, да Какие бывают эпителиальные ткани Мы начнем с эпителиальной ткани Первая лекция у нас такая более обзорная Мы просто посмотрим, какие варианты вообще тканей бывают Да, как они располагаются в организме Какие функции они выполняют Может, многие из вас это, в принципе, хорошо в этом ориентируются Значит, эпителиальные ткани, мы помним, что они стоят все на базальной пластинке Но их можно разделить на однослойные и многослойные Принцип разделения на однослойные эпители и многослойные эпители очень прост В однослойном эпителии все клетки присоединены к базальной пластинке Все клетки эпителиальные сидят на базальной пластинке Это субстрат, да, это субстрат Причем, сами же эпителиальные клетки ее и образуют. Они ее сами синтезируют, не сидят. Это именно та структура, которая отличает все эпителиальные ткани. Такой плотный пласт межслеточного вещества, на который сидят эпителиальные клетки. Значит, если все на ней сидят... Причем она, это тоже важный такой момент, вообще она не имеет пустых, не занятых клетками мест в случае, если она не повреждена. То есть эпителиальные клетки покрывают ее полностью. Иногда она повреждается. Ну, например, у нас сосуд, когда повреждается, эпителий может, эндотелий, с него сдираться. Но клетки делятся, они делятся еще и тангенциальным путем, в тангенциальной плоскости, и занимают вот это вот пространство. Да, тут, кстати, хороший вопрос по поводу отделения. То есть однослойный эпителий. Все клетки сидят на базальной пластинке. И при этом все клеточные деления идут в тангенциальной плоскости. То есть делятся вот так. вбок. В случае, если надо занимать больший объем, там, например, растет орган какой-то, растет сосуд, клетки делятся вбок. И их увеличивается количество. При этом ни одна клетка не теряет связи с базальной плоскости. Ну и, соответственно, следующий вариант – это многослойные эпители. Когда помимо тангенциальных делений появляются еще и нормальные деления, в нормальной плоскости, да? Когда появляются новые слои, петель. И в общем случае, в случае с многослойным эпителием появляется вот такая вот структура, да? То есть многоклеточная. Клетки формируют слои, причем вот одни слои на другие. Значит, однослойные эпителии, говоря об однослойных эпителии, мы еще посмотрим эти картинки. Можно раздеть его на однорядный и многорядный. В чем смысл? Ну, смысл на самом деле в том, что большая часть эпителии все равно будет однослойный, однорядный. Вот в таком формате, в котором я изобразил. Да, то есть все клетки более-менее одинаковые, да? Нет, в принципе они все одинаковые клетки. И если мы посмотрим на ядра этих клеток на срезе, они все будут находиться на одном уровне. То есть они будут выстроены как в ряд. В случае с многорядным эпителием, это, так называемый, вот он присутствует у нас, например, в дыхательной системе, в верхних дыхательных путях, в трахеях, в бронхах. Все клетки прикреплены к базальной пластинке, но они отличаются друг от друга, например, по высоте. Они, в принципе, разных типов, и некоторые из них располагаются по высоте. Например, есть клетки, которые прискреплены к базальной пластинке, но не доходят до поверхности эпители. Есть клетки, которые доходят до поверхности. Такой формат. И вот этот эпители будет называться однослойный многорядный. Почему многорядный? Ну, потому что здесь уже ядра располагаются в несколько рядах. Но причина это тому, что клетки просто отличаются по морфологии друг от друга. Какие-то клетки не доходят до поверхности этого эпители для пекального части, а какие-то доходят. Такое называется многорядный. Ну, давайте посмотрим, собственно, какие основные особенности есть у туперляльной ткани, и, как я уже сказал, это наличие базальной пластинки, один обязательный компонент. Это минимальное количество межклеточного вещества, которое связано в основном, то есть, собственно, базальная пластинка и участки межклеточных контактов, которые в случае с вот самыми распространёнными контактами, которые присутствуют, например, вот в эпителиальной ткани обязательно, это десмосома. Мы уже о них говорили. Есть десмосомы, есть полудесмосомы. Десмосомы соединяют клетки друг с другом, полудесмосомы присоединяют клетки к межклеточному веществу, например, к той же самой базальной пластине. Например, вот эта вот клетка, вот эта вот клетка будет связана с соседом своим десмосомой, вот таким вот шипиком, да, а с базальной пластинкой она будет связана полудесмосомой. Такие вот стационарные контакты, которые в тех уделах А какие еще есть в эпителиальной ткани контакты помимо десмосом и полудесмосом Вот такой еще очень характерный, особенно для транспортных эпители Плотные, да, контакты, которые плотные контакты Такие сцепления с белками аклюдин и клаудин, которые как раз-таки мешают прохождению веществ между клетками Чтобы весь транспорт шел только как трансцитоз Ну и особенность очень важная у всех эпителиальных тканей Это высокая степень поляризации клеток Клетки поляризованы и имеется базальный конец и есть опекальный конец Базальный конец, который смотрит на базальную пластинку, опекальный, который смотрит от базальной Вот, собственно, эти клетки поляризованы Причем поляризация идет как внешне, так и поляризация идет и на уровне распределения молекул Есть молекулы, которые стремятся располагаться на базолатеральной части, а есть которые на опекальной И в частности вот эти самые пояски сцепления, замыкающие контакты Они участвуют в разделении вот этих вот компартментов плазматической мембраны О чем мы тоже говорили То есть если мы возьмем, например, условно, какую-нибудь клетку кишечного эпителия Она лежит тоже на базальной пластинке У нее есть опекальный конец, который покрыт большим количеством структур, которые как называются? Ну, что это такое? Ну, ребята Микроворсинки Нет, это большая разница Чем микроворсинки отличаются от ресничек, например? Ну-ка, давайте вспоминаем цитоскелет Есть реснички, есть микроворсинки Вот ресничками покрыт мерцательный эпителий Почему он мерцательный? А почему реснички? Что внутри? Какой элемент цитоскелета в основе ресничек? Микротрубочки И они подвижны Реснички Поэтому он мерцательный И это реснички А вот это неподвижно Это актин Это микроворсинки Все, что они могут делать Они могут только вытягиваться и втягиваться Меняя площадь поверхности клетки Вот И это опекальная часть А есть вот здесь базолатеральная часть Которая сидит на базальной пластине Понятно, что здесь всасывает Из просвета кишечника Здесь отдает в кровь Ну и в кровь и в лимб И отличие А тут вот сидит Базальный А тут вот сидит Провисок сцепления Замыкающие плотные контакты Которые не дают Веществу из кишечника Между клетками попасть Только через клетку Только контролируемым путем И более того Вот этот плотный контакт Он настолько плотный Что даже диффузия компонентов Мембраны Из одного Из опекальной части В базолатеральную не идет Поэтому мы говорим Что мембрана разделена На два домена Опекальный И базолатеральный И там разный набор белков Тот же самый переносчик глюкозы Натрий Глюкозный симпортер Который будет засасывать глюкозу Вместе с Используя натриевый градиент Сидит вот здесь Только вот тут Только в опекальном домене Потому что он здесь Совсем не нужен Зачем? Здесь засасывать глюкозу Которую из крови Засасывать глюкозу Отдавать в кишечник? Нет А вот уже Переносчик глюкозы Глюкозный транспортер Который будет По градиенту Выдавливать в кровь Будет сидеть здесь И здесь же сидит Натрий калиевая Эйфаза Которая создает Натриевый градиент Да То есть вот это вот Поляризация клетки Собственно этой клетки То есть эпителиальная ткань На все сложно устроено Альтернативно возьмем Почечный эпителий Тоже там будет С почечным эпителем Будет несколько Иная картинка Потому что В почечном эпителий Вот базальная пластинка Клетка будет Вот такой вот формы Тут будет какая-то Ворсинистость Но небольшая А здесь будут Вот такие вот Складки Огромнейшие И набитые Митохондриями Внутри Базолатеральный лабиринт Потому что Активные процессы Экскреции Будут проходить тут Вот сюда Обратно Компоненты Соли И глюкоза Будет из Первичной мочи Которая течет здесь Активно Вытягиваться обратно В кровь То есть это очень Поляризованный гель Вот Ну и что надо помнить Да О чем мы уже говорили И сейчас еще раз повторим Что в случае С эпителиальными тканями Очень большое Разнообразие Межречных контактов Практически все Контакты Которые Возможны У животных В тканях Присутствуют В эпителиальных тканях Несут разные функции То есть они несут Как функции барьерные Так функции структурные Из причисленных здесь Списка Каких в эпителиальной ткани У человека нет В классической Эпителии нет Чего нет Почему Нексусами соединены Вполне себе Эпителиальные ткани Соединены Нексусами Нексусами Практически все соединено Интегриновых Это какие контакты Есть причисленные здесь Интегриновые Фокальные контакты Да Ну фокальный контакт Как бы Скажем так Он У эпителиальной ткани Не совсем Нужен То есть фокальный контакт Это место Которым подвижная клетка Присоединяется На самом деле Эпителиальные клетки Ткани все равно Могут формировать Фокальные контакты Например Когда Опять же Было повреждение И они должны Куда-то залезть Они подвижны Они могут перемещаться Эпителиальные клетки Вообще В принципе Подвижны Обладают подвижностью Меньше чем Фибробласты Но все равно Они могут ползти И тоже присоединяться Фокальными контактами Как и стран Вот Но на самом деле Тут нет только Иммунологического синапса И то в случае Если Иммунологический синапс Лимфоцит Присоединяется К эпителиальной ткани То он тоже будет Формировать Иммунологический синапс Ну просто как С клеткой рецепиента Даже синапсы присутствуют Потому что Эпителиальные клетки Могут выступать В роли Рецепторных клеток То есть В принципе Все Типы контактов Могут быть В той или иной степени Обнаружены Но конечно Классика Это плотные Адгезивные Десмосомы Нексусы Полудесмосомы Полудесмосомы Так Значит Основные функции Опять же О чем мы говорим Барьерные То есть Это Граница Между какими-то Компартментами Транспортная Это регуляция Переноса Транспорта Как секреция Так и экскреция Поглощение Всасывание Абсорбция Рецепции Огромное количество Рецепции Потому что Это все равно Поверхность Рецептор будет Располагаться на поверхности Секреторная Секреторная Практически все Секреторное Является Эпителиальными Тканями Очень малое Количество Исключений И то это Видоизмененные Эпителиальные Ткани Ну то есть Это даже Несмотря Это внешняя секреция Или внутренняя Эндокринная секреция Эндокринные ткани В большинстве случаев В значительном количестве случаев Эндокринные железы Тоже представлены Эпителиальными Тканями Есть отличия Конечно Это и гипофиз Аденогипофиз Это неэпителиальная ткань Хотя тоже Эпителиального Изначального происхождения Это условные клетки Лейдинга Которые Выделяют Тестостерон Это неэпителиальная ткань Это Как раз Представители Соединительной ткани Это Кора Надпочечника Кора и мозговое Вещество надпочечника Это тоже Неэпителиальные ткани Вообще Так прилично Неэпителиальных Велез внутренней секреции Вот Но как бы Все равно Эндокринные ткани Например Там читовидная железа Вот вам пожалуйста Этериальная ткань Которая секретирует Внутрь Вот И ее позиция Собственно Это выстилка Стенки полых органов То есть Если у нас есть Полый орган Причем Очень важный момент Это стенка То есть Если мы возьмем кишку Кишку Полый же орган Ну полый Ну не в смысле Что полый Должна быть замкнутая Полый орган Можно я тут Навесу Да Это будет Поперечный срез Тонкой кишки Человек Вот это Микроворсинки Собственно Какая из этих Ну вот Вот это Ну примерно Какая Она Небольшая Кишка Сантиметра два Если тонкая Кишка Толщина Вот просвет Тонкого кишечника Вот Стенка Это орган Что собственно Здесь занимает Этериальная ткань Какая часть Вот этого органа Эпителиальная На самом деле Только выстилка Вот этих ворсинок Это единственная Эпителиальная часть Которая В данном случае Только выстилка Ворсинок Это эпители А дальше Все это Мышечная И соединительная Ткань То есть Здесь будет Доклигать Естественно Мышцы Гладкая Мускулатура И Соединительная Ткань И Внешне Вот если мы возьмем Там кишечник Посмотрим Да Это плотная Довольно таки Структура Да Но снаружи Она тоже Вот с этой стороны Она покрыта Соединительной Тканью Она покрыта Соединительной Тканью То есть Это не эпители Тут нет Базальной Власти Когда мы говорим О том Что Органы У нас Внутренние Покрыты Какими-то Капсулами Капсула В печени Например В печени Покрыта Капсулой Плотной Когда Собственно Там есть Проблема Собственно Из-за этой Капсулы Капсулы Там еще Болевые Рецепторы Капсулы Сама Печени Не болит А вот Капсула Будет У этой Капсула Вот эти Оболочки Плотные Они Не эпители Лиального Происхождения Это Соединительная Ткань Это Плотная Неоформенная Волокнистная Соединительная Ткань Которая Покрывает Все Внутренние Мембраны Плотные За исключением Только Целамических Мембран Они все Являются Соединительными Тканами А не эпители Ну Два слова Собственно Базальной Пластинки Что это Такое Это то На чем Сидят Эпителиальные Клетки И ее В принципе Можно Разделить На Несколько Слоев То есть Прямо Под Эпителиальными Клетками Находится Так Назваемая Прозрачная Пластинка Или Рыхлая Пластинка Потом Под ней Идет Плотная Пластинка И Дальше Идет Ретикулярная Пластинка Ретикулярная Ламина Это Собственно Переход В Соединительной Тканной Матрикс То есть Плазальная Пластинка Переходит Как я уже Говорил В Дурным Компонентом Является Коллаген Четвертого Типа Коллаген Четыре Который Формирует Трехмерную Сеть Сквозь Всю Базальную Пластинку А Основным Компонентом Отличительным Вот Собственно Характерным Именно Для Базальной Пластинки Является Белок Ламинин Ламинин Это Белок Сложной Четвертичной Структуры То есть Здесь В данном Случить Три Полипептидные Цепи Три Полипептидные Цепи Белка Ламинина Я их Все время Путаю Ламинины С ламинами Просто В речи Ламины Это Белки Ядерной Ламины Белки Которые Родственны Промежуточным Филаментом По Происхождению Внутриклеточные Белки Выстилающие Ядро Изнутри Придающие Ему Форму И жесткость А Ламинины Это Внеклеточные Белки Которые Сидят Матрикс Базальной Пластинки Основные Компоненты Которые Нужно Помнить Это Коллаген Четвертого Типа И Ламинин Ламинин И коллаген Четвертого Типа Формируют Несколько Различные По Своей Архитектуре И плотности Каркасы Если мы Сюда Посмотрим Сверху Изображена Сеть Белка Коллагена Четвертого Типа Это Очень Плотные Плохо Растяжимые Крупно Ячеистые Структуры Которые Дают Больше Рыхлости Более Такую Рыхлую Структуру А в случае С ламинином Это Такие Более Подвижные Но при этом Плотные Друг с Другом Плотно Связанная Такая Сеть Мелко Ячеистая Крупно Ячеистая Сеть Из Калогена И мелко Ячеистая Сеть Из Ламинина Соответственно Балансируя Между Вот этими Компонентами Между Коллагеном И ламинином Можно Варьировать В зависимости от того Какой это тип Эпителия Физические И свойства Базальной Базальной Пластинки Ну и теперь По поводу Собственно Всех Эпителий Начнем С однослойного Эпителия Обычный Однослойный Однорядный Эпителий Как мы уже Сказали Главная Особенность Все клетки Присоединены К базальной Пластинке И все клетки Одинаковые Их можно Разделять И разделяют Их Чисто По форме Морфологически Соответственно Слева У нас будет Плоский Он же Чешуйчатый Плоский Однослойный Эпителий Потом Идет Кубический А потом Идет Призматический Различие Чисто Морфологическое Но Встречаются Они в разных Частях Организма Ну Плоский Эпителий Особенность Плоского Эпителия Морфологическая Очень простая Его высота Сильно Меньше Чем Ширина Высота Клетки Сильно Меньше Чем Ее Ширина То есть Он очень Тоненький Соответственно Он нужен В тех Местах Где идет Очень Интенсивный Транспорт Причем Что важно Транспорт Пассивный Почему Пассивный Транспорт Дело Дело В том Что Вот Такой Если Клетка Ведет Активный Транспорт Через Нее Эта клетка Должна Производить Большое Количество Энергии Производить Она будет Метахондриями Транспортные Белки Она будет Синтезировать Энтоплазматическим Ретикулам То есть Клетка Вообще Должна Быть По объему Довольно Большая В данном Случае Когда мы Имеем Клетку Тоненькую Она Не имеет Большого Объема Цитоплазмы Там Мало Метахондрий Там Мало Эндоплазматической Сети Через Нее Может Ити Пассивный Транспорт То есть Это Те Разновидности Полых Урганов Те Разновидности Полых Структур Через Которые Идет Очень Интенсивный Но Пассивный Транспорт Через Какие У нас Поверхности Идет Интенсивный Пассивный Транспорт Легочные Петели Олипиолярные Петели Дыхание У нас Вот этот Перенос Газа Это Пассивный Процесс Это Пассивный Процесс Через Да Потому что У нас Кислород Дефундирует По градиенту Своего Парциального Давления И Углекислый Газ Покидает Наш Нас С вами Организм Тоже По градиенту Парциального Давления Капилляры Совершенно верно Эндотелий Капилляров Плоские Однослойные Да Там идет Простая Диффузия Никакого Активного Переноса Ну там Есть конечно Активный Перенос Да Но он Находится На минимальном Да Та же Самая Глюкоза Диффундирует Через Эндотелий Сосудов Пассивным Путем Без каких-то Активных Переносчиков Причем Очень любопытный Кстати момент Что Эндотелий У нас Плоские Сосудистые Эндотелий Развивается Из Исходные Соединительные Ткани Он Производная Кровяных Клеток Это Довольно Любопытный Момент Как раз Когда Клетка Соединительная Тканная Преобразуется В эпителиальную Такое Тоже Возможно Зачем Любопытно Что Сосуды Выстланы Эпителием Характерно Именно Для позвоночника Какого-нибудь Осьминога Сосуды Будут Не Выстланы Эпителием Они Будут Просто Просветы По которым Будет Течь Кровь Вот Следующий Этап Следующий Вариант А Да Ну Есть Еще На самом деле Одно На самом деле Не одно А три Даже Места Где Плоские Однослойные Эпителием Присутствуют У нас Это Целовические Полости То есть Полости Вторичные Полости Тел Сколько У нас В теле Целомов Целомических Полостей Что Это Вообще Такое Ну Это Как раз Такие Замкнутые Полости Нашего Тела Полностью Замкнутые То есть Некие Пузыри Которые Не имеют Входов И выходов Из себя Да Понятно Что Желудок Это Не Замкнутая Полость Кишечник Не Замкнутая А Это Именно Замкнутые Полости Тела Полноценные Которые Не имеют Входов И Выход И Заполнены Они Некой Целомической Жидкостью Развиваются Они Ну там Сложный Эмбриогенез Мы не будем Честно Форсировать Внимание Но это Полости Нашего Тела В которых Лежат Наши Органы Это Самая Большая Полость Нашего Тела Какая У нас Самая Большая Брюшная Полость Брюшная Полость Самая Большая Полость Нашего Тела В котором Располагается Очень Много Органов И Она Выстлана Однослойным Плоским Эпителем Ее Называем Мезотелем Она Замкнутая Закрытая Ну Если говорить Серьезно Закрытая Она Только У мужчин Об этом Мы уже С вами Закрытая Потому Что Фолопьевые Трубы Напрямую В нее Открываются Но Это Не значит Опять же Что там Ветра Гуляют Нет Естественно Это Очень Все Сильно Изолировано От Внешней Окружающей Среды Наоборот Там Поток Идет Из Полости Наружу Фолопьевые Трубы Как Два Пылесоса Вот Сильно Опять же Потому Что Они Покрыты В данном Случине Мерцательным Эпителием Засасывают Себя Полость Целамической Житкости Помимо Брюшной Полости Какие Полости У нас Еще Есть Целамические Перикард Перикард Да И Вздыхаю Я Слушаю Вас Ну Какая Между Легкими И Ребрами Какая Плевральная Полость Плевральная Полость Собственно Задача Полостей Этих Во многом Это Вообще Просто Амортизация Чтобы Органы Не терлись Друг об Друга Между Ними Вот такая Прокладка Из Полостей Один Орган Сердца Который Туда Сюда Ходит И он Находится В Перикардиальной Полости Наплавать Перикарди И Амортизирует Это движение Второе Это Легкие Которые Мы Поэтому Они не жестко Прикреплены К ребрам К грудной Квитке А через Такой Амортизатор Через Левральную Полость И Органы Брюшной Полости Когда мы Вот так Двигаемся И нагибаемся И кишечник И печень Они меняют Своё положение Чтобы они Не терлись Они не жестко Друг на друга Наклеены А они Могут Менять Своё положение И Гораздо проще Так Если бы они там Были жестко Наклеены Мы бы не могли Так Свободно Двигаться Но Как минимум Испытывали бы Дискомфорт Вот Значит Следующий момент Когда у нас Через эпителий Идёт какой-то Активный Транспорт И уже Этот эпителий Хотелось бы Сделать его Поплоще Да Но Приходится В него иметь Цитоплазму Насыщенную Всякими Митохондриями Неплазматической Сетью И всем прочим С крупным ядром Где идёт Активная транскрипция И тогда мы уже говорим Либо о Кубическом Либо о Призматическом Эпителии Классическое место Где кубические Призматические Эпители присутствуют Это У нас Почка Да В почке Где идёт Интенсивнейший Процесс Экскреции То есть На самом деле В почке Если мы Опять же Это не есть Основная Тема нашего Разговора Но тут Удобно будет Вставить этот момент Структурно-функциональная Единица Почки Человека Ну и позвоночных Животных Во взрослом состоянии Это так называемый Нефрон Нефрон Который имеет Боуменову капсулу Да Вот такая структура Куда Погружён Сосудистый Пучок В случае С человеком И млекопитающим Это Артериальная Кровь Фильтруется В случае С нечеловеком Остальные Позвоночные Веноз Но как бы Тут не суть Боуменово капсула Которые Затем Переходят В извитой Каналец Сначала Проксимальный Извитой Каналец Потом Идет Петля Генле Потом И стальный Извитой Каналец И потом Это все Попадает Так называемые Собирательные Трубочки И по Собирательной Трубочке Моча уже Попадает В почечную Лоханку Да И затем Мочеточник А после Мочеточника В мочевой Пузырь А потом В мочевыводящий Канал А потом Уже В окружающую Ну собственно О том Как придется Где Вы сами Решите Значит Вот тут Общий принцип Какое функционирование Всего вот этого Общий принцип Функционирования Почки Не активное Выделение А активный Забор То есть Хотя там есть Секреция Но в основном Это Реабсорбция То есть Задача почки Вытянуть Из мочи Все Нужное Вот В этом месте Где Боуменова Капсул Первичная Моча То есть Фактически Плазма Крови Лишенная Белков Пассивно Ну как Пассивно Под давлением Но под Остматическим Но под Анкотическим Давлением Просто Давлением Крови Выдавливается В Боуменову Капсул И здесь Эпители Плоские И здесь Плоские Эпители А дальше Не будем Вдаваться В подробности Что Где Происходит Активное Активный Забор Солей Глюкозы Аминокислот Из Первичной Мочи Вот То что Здесь Получается В первичной Мочи Кровь Вот Здесь Все Это В сосудистых Стенках И поэтому Здесь Эпители Будет Ну или Кубический Или Призматический Он Богат Митохондриями Он поглощает Большое количество Энергии Через него Идут Транспорт Здесь Эпители Плоский Он Через никого Транспортные Процессы Идут Но они Пассивные Они Пассивные Там Ему Не нужно Никакие Энергетические Процессы Требовать И поэтому Если Вы Срежете Почку Сделайте Разрез Почки То Ну В области Прикорковой Области Да Где Очень Много Этих Изытых Канальцев То Вы Увидите Вот Такие Картинки Соответственно Кубические Презматические И смотря Что Вам Попадется Попадется Вам Например Дистальный Изытой Каналиц Или Петля Ген Об этом Вы Будете Говорить На физиологии Детально Когда Говорить О Функционировании Нефрона Вот А другой Вариант Где Еще Можно Встретить Кубические Призматические Петели В Железах Практически Все Железы Высланы Или Кубическим Или Призматическим Петелием По той Причине Что Это Тоже Активно Работающие Петелиальные Кстати К ним Относится И Самая Большая Железа Нашего Организма Которая Практически Вся Из Эпетелия Состоит Какая Самая Большая Железа У нас В Арктиве Самая Огромная Ее Даже Едят Иногда Но Не Человеческую Господи Поджелудочная Железа Это Вот Это Вот Самая Она Там На самом деле Она Сложная Структура Потому Что Эндокринный Компонент Он Не Эпетелиальный Гораздо Больше Чем Поджелудочная Печень Печень Самая Большая Железа Нашего Организма Секрет Печени Никто Об этом Не думает Что Выделяет Печень Не В чем Секрет Печени Ну Что Что Есть Продукт Выделения Этой Железы Ну Основной Именно Ее Как Железы Как Что Выделяет Печень В Пищеварительную Систему Какая Желчь Желчь То Вообще Говоря Первичная Функция Выделения Желчи Для Эмульгирования Жиров В тонком Кишечнике Но Понятно Что Если бы Она только Желчь Выделяла Она бы Такой Огромной На пол Брюшной Пол Брюшной Полости Это уже Болезни Когда Незоровая Область Жизни Ведется Вот Но Значительный Объем Брюшной Полости Занимает Печень Печенка Понятно Что Она Несет Кучность Себе Секрет Функции И Например Практически Все Компоненты Плазмы Крови Синтезируются В печени Альвумин Синтезируется В печени Система Свертывания Крови Синтезируется В печени Компоненты Системы Комплимента Неспецифического Иммунного Ответа Синтезируются В печени Практически Вся Плазма Ну непонятно Иммуноглобулины Вот они Не Синтезируются В печени А все остальное синтезируется в печени. И поэтому, кстати, когда проводят генетическую терапию моногенных заболеваний, как то гемофилия или нарушения, другие нарушения, свертывания крови, или системы комплимента, производят генотерапию, то есть вирус, аденосоциированный вирус, несущий соответственный конструкт для терапии, вкалывают в печень. То есть какие-то клетки печени модифицируются, кубического эпителия, и начинают синтезировать, соответственно, нужные компании. Ну и плюс еще детоксикация, плюс еще обмен углеводов, обмен липидов, все это в печени. Печень, собственно, мы говорим, что она железа. Она действительно железистая ткань по происхождению, это все эпители. Кубический эпители, она им и остается. Просто она работает в две стороны. Один эпители работает в просвет на пищеварительную систему, выделяя желчь, чтобы жиры усваивать. Даже не усваивать, а эмулировать жиры. Все. А все остальное она делает в кровь. И это очень важно. Вот. Ну и многорядные эпители. Как раз-таки ситуация, когда клетки различаются по монофологии, хотя все сидят на пазольной. И обычно многорядные эпители, он же мерцательные эпители. То есть, как правило, вот именно такое сочетание. У не-человека бывает и другое. Да, там мерцательные эпители, может быть, кубические плоские, всяких там личинок, каких-нибудь тархофор, там еще там беззубки, там какой-нибудь там перловицы, которая через себя это все гоняет, там у нее как раз-таки он там не многорядный. Но у человека, собственно, мерцательные и многорядные это практически равно. Да? Где у нас есть мерцательные эпители? На самом деле, мерцательные эпители у нас есть, ну, самая главная позиция, где он нам нужен, это верхние дыхательные пути. Верхние дыхательные пути, через него не идет никакое дыхание, это не дыхательные эпители, это не альвеолы. То есть, это, соответственно, носоглотка, это трахея, это бронхи, бронхиолы, и вот все ровно до альвеолы, до ацинуса. Ацинус, да, ацинус, то есть собрание нескольких альвеолов. Друг за другом. В чем его задача? Задача в том, что он выделяет слизь, и он же эту слизь гонит наружу. То есть, все, что мы вдыхаем, всякая пыль, всякая грязь, оседает в дыхательных путях на этой слизи, и затем, правильно, и затем мы ее высмаркиваем. Ну, или просто мы ее в... Или она попадает, или мы ее взглатываем просто, да. Вот, то есть, это путь избавления вот этой вот всей слизи. Но бывает он в других местах, например, в тех же самых полопиевых трубах. Там, причем, с примерно той же функцией. Создавать этот поток, который будет захватывать яйцеклетку в себя. Значит, по поводу разнообразия. Значит, вот, все главное помнить. Значит, ну да, есть клетки, которые сидят на базальной... Они все сидят на базальной мембране. Какие-то дотягиваются имеют ворсинки, какие-то не дотягиваются, не имеют ворсинки. Там есть, действительно, специализация клеток. Есть специализированные клетки с секрецией, которые выделяют слизь, так называемые бокаловидные клетки. Почему они бокаловидные? Потому что сидят на тонкой ножке, и вот снаружи у них вот такой вот забитый, запитый секреторными визикулами вот такой вот бокальчик. Вот. Хотя бокаловидные клетки бывают не только в многорядном эпителии. Бывают они и в призматическом. Например, у нас в кишечнике тоже есть бокаловидные клетки. Но эпителий – это одноряд. Вот. Ну и реснички. Помним, это в основном микротрубочки. Это подвижно. И это все гоняет слизь. Это все гоняет слизь. Многослойные эпители, да, как мы уже сказал, я уже сказал, не только тангенциальные плоскости делятся, но и настраивают друг на друга. И тут очень важны в случае таком десмосомы. Очень большое количество десмосом присутствует в этом контакте, в этом эпителии. Потому что когда одна клетка над другой зацепляться, они могут реально, в смысле, ну, за десмосом. Суть иметь там пояски сцепления не имеет смысла, потому что поясок сцепления имеется, когда у нас однослойные эпители, да. То есть такую клетку, которая просто сидит на эпителии, вот тут вот, то есть на базальной пластинке, тут базальная пластинка, тут страница, тут поверхности. Вот мы все сидим в ряд. Можно каждую перепоясать вот этим пояском сцепления, и все будет нормально. А когда еще над вами там несколько рядов сидит, то это уже, получается, не очень... Ну, непонятно, где опоясываться. Начнем с того, да. Вот эти вот клетки, которые выходят, отсоединяются от базальной пластинки, они уже теряют свою полярность постепенно, да. Они более такие полиэдрические формы, и они сцеплены большим количеством десмосом. Собственно, поэтому вот этот слой, который надбазальный, еще называют его шиповатый слой. Потому что вот эти вот десмосомы, они выделят как такие вот пятнышки, шипики, вот такие вот эти клетки. Это шиповатый слой. Ну и важный момент, что если в случае с однослойным эпителием все клетки могли делиться, в данном случае делятся только клетки, которые присоединены к базальной грани. Это так называемый базальный слой. Те клетки, при этом, когда клетка базального слоя делится, она делится неравномерно. Одна из ее дочерних клеток остается сидеть на базальной пластинке и сохраняет пролиферативную активность, то есть способность к дальнейшим делениям. Другая клетка поднимается, отрывается от базальной пластинки, становится клеткой шиповатого слоя и теряет способность к делениям. Она теряет способность к делениям и постепенно, то есть это клетка, которая обречена погибнуть, она будет постепенно смещаться, смещаться, смещаться к поверхности, после чего она превращается в такую вот чешуйчатую клетку, То есть верхний слой сначала базальный, потом шиповатый, потом чешуйчатый Чешуйчатый окрел, который будет затем слущиваться И вот такой вот формат капителия мы будем называть нероговевающим То есть это самая простая схема развития Базальный слой, который активно делится Шиповатый слой, который уже отделился от делящегося Но все еще сохраняет какую-то там Он поддерживает структурную функцию С мосомами все это связано Там еще сохраняется цитоплазма, клетки активно живут А потом цитоплазма постепенно начинает деградировать Клетка сама начинает деградировать И превращается в чешуйчатый клеток Вот такой вот слой называется нероговевающим Я сейчас скажу, почему нероговевающий Потому что там не идет отложение дополнительно кератина Не происходит кератинизации клетки То есть ороговевание Этот эпителий покрывает у нас те поверхности Он плотный уже То есть понятно, что через такое уже пробиться Например, он устойчивый к механическим повреждениям В отличие практически от всех остальных Которые не устойчивы к механическим повреждениям И он уже несет такую защитно-барьерную функцию Через него бактерии не пролезут Через него там пробиться тяжело Реально именно механически пробиться Вот, соответственно, он покрывает Вот если мы возьмем какую-нибудь лягушку Он покрывает ее всю Да, например Она вот покрыта вот этим нероговевающим педелем У нее кожа такая же, да? У нас кожа покрыта роговевающим педелем Потому что мы живем прямо на суше У нас кожа сухая Вот, но, например, полость рта У нас покрыта вот таким вот эпиделем Полость рта, пищевод у нас вот такой Да? Если мы посмотрим с другой стороны человека Там, где у человека задняя кишка Она тоже покрыта вот этим вот Таким вот нероговевающим То есть тоже, который испытывает на себя механические повреждения Нероговевающим Многослойный эпиделем Вот эпиделем, века, например Тоже это многослойный, нероговевающий То есть тут уже испытывается механическая нагрузка Серьезная, но при этом Он нероговевает Понятно, что транспортные функции По сути он уже утерял То есть многослойный эпиделий Транспортные функции через себя В принципе не несет И я уже не говорю Он не несет, будучи многослойным Будучи нероговевающим А если он ороговевает То он уже совсем не несет Никакие транспортные функции через себя Более сложная структура Больше слоев Отличие заключается в том, что в финале Клетка превращается вот в такой вот Кератоцит, кератиноцит То есть фактически просто в мешок с кератином Происходит дополнительное положение кератина Такой слой, уже такой эпидермис Становится невысыхающим Он защищает от высыхания И соответственно Животные, млекопитающие птицы, рептилии Вот у них кожа покрыта вот таким вот Многослойным плоским ороговевающим петель Хотя начинается все точно так же Как в случае с нероговевающим Тоже базальные, тоже шиповатые слои Важный момент, который нужно понимать Что вот это вот, это строение В данном случае, когда мы говорим об эпителии кожи Мы говорим об том, о той ее части Которая называется эпидермис Эпидермис, потому что кожа есть орган Кожа многослойная Самый поверхностный слой Это эпидермис В нем отсутствуют кровеносные сосуды То есть если вы там порезали кожу И у вас пошла кровь Это значит, что эпидермис вы пробили уже Эпидермис очень тонкий И под ним лежит уже соединительная ткань Дерма Тут написано, что она рыхлая На самом деле она довольно плотная А под дермой уже лежит подкожно-жировая клетчатка Которая тоже является частью кожи Частью кожи Например, какой-нибудь Если взять моржа, например У него больше По массе часть Это подкожно-жировая клетчатка Половину массы тела занимает Можно сказать, что морж в основном состоит из кожи Подкожно-жировая клетчатка Это часть кожи Но тут важно упомянуть Опять же, когда мы говорим О многослойном ороговевающем петели Там присутствуют еще клетки Неэпидермального происхождения Первый из них это меланоциты Собственно, клетки, которые окрашивают нашу кожу Придают цвет нашим волосам Кстати, радужные оболочки глаза Это все меланоциты Значит, меланоцит это, в принципе, клетка Которая по происхождению развивается Из такой эмбриональной структуры, как нервный гребень То есть это тоже эпителий по происхождению Но это вот часть эпителия Часть эктодермы Которая не ушла, но использовала На формирование нервной трубки Но опять же, если мы чуть-чуть вспомним Такую абсолютно школьную госбиологию То вот Поперечный средств эмбриона На стадии нервы Да, вот поверхность эмбриона Спина вдоль спины такая борозда Нервная оборозка Она замыкается Формируется нервная трубка Собственно, эпителиальная ткань Тоже еще раз обращу внимание Из которой будут потом все нервы формироваться Но часть клеточного материала Остается здесь по бокам И формируется такая штука Которая называется нервный гребень Эти клетки потом расползутся по всему телу И будут активно принимать участие В органогенезе Из них сформируется очень много чего Многие ганглии периферические Часть костей И вот в частности Меланоциты сформируются из него Из нервного гребня Причем его даже называют Четвертый зародышевый листок Он присутствует только у Позвоночных животных И в частности, меланоциты Это клетки, которые к эпидермису Вообще не имеют происхождения Они в него попадают и в нем живут Меланоциты очень любопытно Тут надо сказать, что Это отростчатые клетки Они синтезируются Внутри них синтезируется меланин Если мы возьмем какие-нибудь Водных животных То же самое Рыбу или кого-нибудь еще Меланоциты в данном случае Это просто такие крупные клетки В которых лежит большое количество Этих меланиновых гранул И они, причем очень подвижны Эти гранулы В зависимости от состояния Этой клетки Обработки медиаторами Стрессового состояния Самой рыбы Расслабленная Или на белом монофоне Плавает Или на темном фоне Эти гранулы могут Либо распластываться По всей поверхности меланоцита Либо собираться в одном месте И при этом Если они соберутся все в одном месте В виде маленькой-маленькой Будет точечка черненькая То все побледнеет В целом рыбка А если они распластываются По всей поверхности То есть такая черная туча Закрывающая рыбка Почернеет То есть это они могут делать Мы такое уже делать разучились Наши меланоциты Синтезируют меланин И загружают им кератиноцит То есть они загружают Эпителиальные клетки меланином И придают к коже еще откраску Понятно, что кератиноцит В конце концов Это постклеточная структура Ничего она там двигать Внутри себя не может Поэтому загорел и загорел Если ты там испугают тебя Ты не побледнеешь после этого Вот все То есть он просто загружает Кератиновые клетки меланином Но тут еще изображена Еще одна клетка Которая присутствует в эпидермисе И имеет вообще не эпидермисное То же происхождение Это так называемая клетка лангерганца Клетки лангерганца Это клетки иммунной системы Которые по происхождению Относятся к кровяным клеткам Они развиваются из кровотворных клеток Это клетки иммунной системы кожи Так называемые дендритные клетки Антиген представляющие Их задачей является первичный контакт С каким-то антигеном С каким-то раздражителем Ну например, если у вас там аллергия на пыльцу Или на какой-нибудь Не знаю, кошачью шерсть И вот вы не обязательно ее вдыхать Можно потрогали Пала шерсть на руку И там покраснела рука Это вот все клетки лангерганца Связали антигены, которые располагаются На этой самой кошачьей шерсти Решив, что это какой-то многоклеточный паразит Потому что аллергия Это видоизмененный неправильный иммунный ответ На потенциально безвредный антиген Который они распознают Как какого-нибудь глиста Это противоглистный ответ на многоклеточных возбудительных паразит Поэтому очень часто Из-за того, чтобы как-то подавлять Аллергическую реакцию Есть такая терапия Когда людям подселяют глистов Глист сам подавляет В себе иммунный ответ И заодно и аллергию снимает Иметь в себе жизнь, чтобы не сморкаться весной Если сильно сморкаешься Конечно, такая перспектива Ну, невозможно Да, ну и как раз-таки к вопросу о содержании эпителиальной ткани в организме Печень А гроб То есть мы всегда считаем Не надо думать, что эпителий – это очень мало Этого очень много То есть эпители – это поверхности А поверхности у нас очень много То есть по массе печень Я сейчас, честно, не могу сказать точно Надо посмотреть Но это пару килограмм Если не три кило Кило ткани Это и все эпителий И все эпителий То есть это, в принципе, у нас их немало Да, и, конечно же, говоря об эпителиях Нельзя еще сказать о секреции О секреторных функциях Которые выполняют эпителиальные клетки Опять же, мы говорим, что эпителий у нас Ну, либо весь эпителий может что-то секретировать Либо присутствуют специализированные отдельные клетки По типу бокаловидных клеток Или же формируются железы Или же формируются отдельные железы При этом по типу секреции Неважно в данном случае это эндокринная или экзокринная секреция То есть это железы внутренней и внешней секреции Можно разделить три варианта Каким образом клетки секретируют что-то Есть, начнем вот с самой простой На самом верху, это мерокриновая секреция Когда клетки просто выделяют из себя какое-то вещество И там функционируют сколько угодно долго И вот так вот работает Большинство желез работают именно по мерокриновому типу Например, потовые железы Например, щитовидная железа Это пример из внутренней секреции Слезные железы Это все мерокриновый тип Следующий вариант, так называемый апокриновый тип секреции Когда у клетки разрушается верхняя часть ее И секретируемое вещество уходит в виде запакованных мембранных пузырьков То есть клетка фактически Не просто выделяет вещество через плазматическую мембрану А выделяет вместе с плазматическими То есть происходит что-то вот Отделение вот такого вот пузырька Это апокриновый тип секреции Ну и самая такая характерная железа Которая секретирует апокриновым путем Это молочная Молочная железа, собственно, молоко Почему? Это один из излюбленных вопросов Который почему-то мало кто отвечает Почему молоко белое? Почему белое молоко? Что такое белое свечение? Да, но я имею в виду белый свет Это получается весь спектр света То есть мы весь спектр поглощаем Нет! Оно белое? Потому что оно светорассеивающее Очень сильно светорассеивает Все, что на него посветишь Он во все стороны рассеет весь свет Когда такое бывает? Когда очень большое количество поверхностей Преломляющих То есть их настолько много Что он в результате Куда бы свет ни шел Он все равно вернется Ну под тем или иным углом Он уйдет, он не проникнет внутрь А почему много поверхностей? А потому что молоко Это коллоидный раствор В нем много вот таких вот пузырьков Каждый из пузырьков сформировался Из апекальной клетки молочной железы коровы Или козы И вот он до сих пор и так присутствует в таком формате Такая вот капелька Такой вот капелька В этой капельках очень много Поэтому молоко белое Но обычно когда там говорится Что там есть белый краситель Белый пигмент На самом деле белый пигмент есть Он один в живой природе Это бетулин Это как раз пигмент Который присутствует в кожице у бетуля Бетуля вирикоза, бетуля альба Бетуля это береза То есть вот эта вот кожица березы Там есть белый действительно пигмент Во всех остальных случаях Это просто светорассеяние Просто большое количество поверхностей Светорассеяние Вот и следующий вариант Это голокриновая секреция Голокриновая секреция Тут она на самом деле изображена не очень верно Потому что в случае голокриновой секреции Это все-таки не однослойные Обычные эпители Это все-таки обычно многослойные эпители Голокриновая секреция Это ситуация когда клетка полностью разрушается То есть она переходит Ну это одна из разновидностей Программируемой клеточной смерти Это не совсем апоптост Да, это не вся программируемая Клеточная смерть это апоптост Да, это не апоптост Это вот такая задача клетки Ее рассыпаться на много маленьких кусочков ее выделяется. Вот примеров такой секрет выделяются, например, сальные железы. Да, сальные железы, они выделяют, ложное сало, это вот это все, это разрушенные клетки. Разрушенные клетки сальных железов. Ну и всякие часто пахучие железы какие-нибудь. А, вот, например, копчиковая железа у птиц, да, вот там тоже, это как раз таки, ну там тоже сало. Ну, понятно, это сало, это не жир, это вот сало такое. Сало.